всем привет в этом году будет несколько новых форматов один из них это интервью с реальными владельцами популярных автомобилей встречайте сегодня павел с его газелью всем привет сегодня по просьбе дениса решили записать видео про мою газель которая купил в прошлом году решив немножко масштабировать свой ну так скажем бизнес собственно вот будет видео про ее жизнь про поломки про будет история эксплуатации ну и все так поехали что она где-то что-то у нее отрыгнет и просто позвонит водитель скажу что там что-то сломалось в принципе так и бывает да в общем начнем с истории покупки то есть меня еще имеется вторая машина это цельнометаллический peugeot boxer какое-то время поработав на нем но я понял что он маленькие то есть на междугородние перевозки тем чем я занимался он как бы не особо подходит и своей вместимости в 4 евро по лето начал присматриваться к машинам там думать может быть что-то пригнать но это все как бы дорого получалось и не было такое большое то есть что-то подобное невозможно пригнать это уже не попадает в категорию если это из европы и это реальная ситуация если вы решите купить автомобиль с подобным объемом кузова самым доступным вариантом действительно будет газель аналоги из европы будут значительно дороже потому что на них был введен утилизационный сбор который постоянно повышается тем самым наше заботливое государство поддерживает отечественного производителя на тот момент она стоила около миллиона 400 также на нее была субсидия от государства государство каждый год субсидирует такие машины грузовые на тот момент это было по моему около 100 тысяч рублей но собственно машина была взята в лизинг с первоначальным взносом по моему 200 тысяч плюс каска 47 на год когда мы эту машину купили на тот момент меня водитель еще не было первый рейс я поехал сам взял загрузку там через известную биржу перевозчик все знают и поехал в новгородскую область загрузка была около двух тонн машина села просто вообще до земли просела я вообще не понимал сначала ничего думаю такая большая машина как она но потом выяснилось что машина вместе с кузовом весит три тонны разрешенной полной массе три с половиной тонны получается у него можно грузить его 500 килограмм вот то есть на неусиленных рессорах работать невозможно скажите мне кто это придумал и разрешил выпускать при огромном объеме кузова разрешенная загрузка всего 500 килограмм но на загрузке 500 килограмм денег не заработаешь и поэтому ты всегда ездишь с перегрузом то есть средняя загрузка рабочая загрузка этой машины от двух тонн то есть в основном вот мы ездим две две с половиной тонны ну конечно бывает полторы тонны но всегда приходится грузиться по максимуму так делают почти все газелисты при разрешенной массе три с половиной тонны реальный вес автомобиля и груза около пяти тонн а по-другому не заработать как делается вообще этот кузов почему он столько весит ну на канале денис наверно может быть кто-то не знает об этом это как бы не грузовая тематика берется берется машина изначально в короткой базе стандартной разрезается рама вставляется вставочек называемый и удлиняется это максимальная длина но на тот момент сейчас уже больше делают это 620 длина кузова высота 235 ширина внутренняя 2 2 10 вместимость 12 евро по лет вот соответственно такой кузов весит по моему я то запрашиваем искали тонну то есть только сам кузов весит производитель постоянно увеличивает объем кузова при этом грузоподъемность уменьшается не знаю как у вас а у меня лично возникает вопрос а что с безопасностью у этой телеги с такими врезками в раму соответственно в дальнейшем и усилили ресурсы там сейчас попозже покажем что значит потом после того рейса в новгородскую область был второй рейс я также сам поехал рейс был москва питер значит я довез то груз благополучного выгрузил взял загрузку выезжать обратно что для там остановился сажусь машину машина не заводится не про не проворачивается замок ну вот последнее положение которое стартует так скажем сидел сидел начал уже на форум считать оказалось это болезнь у них заедает замок или что-то там в нем ломается в общем что делать ну открыл капот мне показалось что я не подлезу туда чтобы замкнуть стартер остановился тоже газелист парень помог мы ее завели и в общем с того момента больше суток я и не глушил просто я я доехал до дома созвонился с дилером она на тот момент она еще была гарантийная значит созвонился сказал что очень срок срочно я не могу глушить машину как быть принимайте как хотите но они начали естественно звучит у нас на неделю очередь но очень дилер принял луидор здесь вот на намкаде бесединское шоссе приняли все сделали поменяли нет замок оказался сломанный ну вот на этом как бы обращение к дилеру и вообще гарантийная обслуженность закончилась потому что все дорого и все долго смысла не имеет вообще никакого я поражаю спокойствие паши купи газель усилий ссоры работай с перегрузом во втором рейсе ломается замок зажигания ладно смотрим дальше то я не стал делать у них то есть держаться за гарантию потому что то у них стоило около 12 тысяч и при этом заливают все масла все лукойловской льют и заявляют межсервисный интервал 20 тысяч то есть по идее можно залить у них по гарантии масло лукойл в двигатель от есть на 20 тысяч и потом на эвакуаторе приехать за клиентным двигателем его поменяют по гарантии но при этом они делают такую оговорочку нам но мы рекомендуем менять на 10 то есть и все это стоит 12000 поэтому сразу я отказался зная там возможно дальнейшие проблемы сейчас тоже о них расскажу что было в итоге оказалось все равно выгоднее то есть ты делаешь мне этого встает где-то в 7000 я заливаю в двигатель масло лукойл ликви моли для легких грузовиков покупая сразу двадцаткой 20 литровой канистры это получается еще дешевле в принципе все сам выбираешь и покупаешь делаешь в любой катинады в любом месте может быть это москва будет может быть питер может казань где на момент окажется машина значит основной страх почему но многие держатся за за гарантию это постоянные поломки коробки передач то есть это это нормально на этой машине как бы они сумели туда впихнуть более-менее нормальный мотор американскую скажем разработку сделаны в китае но вот коробку никак они еще не сумели какую-то подобрать коробка зломучие сделаны из сырого металла но опять же стоимость ремонта коробки она не сопоставима с затратами на нато который ты сделаешь вот во время эксплуатации машины к тому пробегу как и сломается коробка коробку ремонтировали не у дилера ремонтировали и три раза за короткий промежуток времени первая поломка случилось на пробеге 82 тысячи по-моему по-моему разбились четыренки 5 передачи значит есть вот такие мастера в царицей находится в гаражах делают и знаю за делать недорого газелистов там куча у них вот здесь приехали они перебрали собрали мы поехали опять в рейс по в казань коробка опять загудела то есть но они признали что это там это их недочет они собрали нам так сказать перебрали еще раз по гарантии вторая поломка была на 80 84 85 тысяч пробега все все та же самая коробка загудела там что-то хрипит кряхтит но она едет очень до сервиса доезжали слава богу не вставали нигде по стоимости около 15 тысяч вместе штыренками с этими штыренки конечно отвратительного качества они там хочет заявляешь на какие-то итальянские еще какие-то но все равно не ломучие рвутся ломается откалываются газелисты когда вы зарабатываете деньги если постоянно нужно думать о ремонте на первом то когда прошло время менять масло в коробке выяснилось что залито завода залита всего лишь половина уровня возможно это и привело ускорило ускорила первую поломку коробки еще такой момент мы не могли понять почему передачи плохо включаются то есть грешили на то что там джойстик этот новомодный плохо синхронизирован там говорили что там как-то плохо он попадает передачи думали это из-за этого но когда залили дорогое хорошее масло полную коробку все стало просто переключаться отлично идеально время идет а ничего не меняется купи доработай так ну вот кстати возвращаясь коробки вот этот джойстик который новый кто знает раньше у газели была палка из пола сейчас они поставили этот джойстик удобно но поначалу показалось что он такой не очень внятный сравнивать его с там допустим с peugeot boxer у пыжика получше гораздо вот значит дальше на машине установлен глонас мониторинг я установил на есть приложение в телефоне я то есть вижу могу построить маршрут с момента вообще установки этого глонаса то есть понимать можно весь пробег просмотреть все все парковки стоянки остановки все это видно но удобно не звонишь водитель не спрашиваешь где-то 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 просто посмотрел все значит сегодня рассказал про про расход поначалу это евро пять мотор поначалу расход был наверное около литров 17 это до момент до того момента пока мы ее не прошили постоянно постоянно загорались ошибки разные там высокая температура сажевого фильтра по моему какая-то такая ошибка то есть с ней нельзя было ехать водитель постоянно останавливался ждал пока она пропадет и это потом в какой-то момент стало просто там каждые 15 минут вы все еще хотите газель все это значит нам отключили егр отключили прошивку какую-то новую залили она стала мощнее быстрее и расход упал по литрам точно не знаю по деньгам москва москва питер москва до 10000 машина стала укладываться гружена то есть полную с полной загрузкой но это хорошо при учете такой парусности машины что еще рассказать но в принципе ничего здесь не было комплектация это самая простая здесь не было магнитола и тоже водитель ставил эра глонас установлена заводская кнопка source но в принципе все за ничего такого нет зеркала обычные не электро два стеклоподъемника все это рация уже установили потом иногда иногда пригождается где-то на трассе на данный момент пробег у машины 189 тысяч вот 500 почти практически на новой машине где-то наверно пробег был около 60 тысяч может быть у нас случилось первое дтп водитель завтыкал и догнал догнал тоже какой-то грузовик в задницу короче разлетелась морда морда здесь пластиковая сейчас с улицы посмотрим значит разбился сам капот фара крыло телевизор есть такая серьезная поломка но повезло что машина осталась на ходу доехала сама и потом мы быстро как бы собрали и она поехала в работу но есть нюанс сейчас улица покажу значит нюанс такой это все разбилось при покупке частей нам надо было срочно все и поэтому было предложение купить крашеный капот но мы поехали за ним и только потом мы узнали что вообще пластиковый этот капот состоит пластиковый и был был такой момент его на ходу тут как-то плохо совпал замок его открыла и здесь его поломала весь то есть вот водитель сделала будут хлебки как как по самолете покупайте нормальный капот и просто так короче капот получилось открыть так он пластиковый я не знаю там сместился весь знаешь но что я хотел показать что все внутренние части телевизор и крылья все что крепится все пластиковые при ударе просто полопалось но но за собой ничего не потянуло то есть это с одной стороны плюс мы просто все это купили и поменяли прямо во дворе у дома прям вообще моментальные машина как бы сразу поехал дальше работать что повредилось в аварии лопнул вот этот сам телевизор он туда уходит ниже лопнула крыло она тоже пластиковая фара лопнула крепление фары какой а стекло тоже все пластмасса все попало полос просто это и хорошо как бы не потянуло все железо бы могло что-то потянуть а тут просто полопалось все поменяли решетка лопалась вот так вот можно видеть как выглядит движок движок на пробеге почти 190 тысяч ну кстати таких глобальных течи нет нигде что-то здесь а еще при ударе вот как раз повредила вот эту часть это вот единственное самое сильное было повреждение и чуть от лопнуло тоже пластиковая крышка все поменяли быстренько эту клапанную крышку саму и машина опять в работу поехал совсем недавно вот здесь тоже такое незащищенное место сюда грязь летит это предохранители такие они в общем все перегнили и лопнули сели в машину она не заводится приехал электрик сделал говорит вот проблему где-то лежит могу показать вы все еще хотите газель вот так продает не понимаю смысла продать таких изделий просто ни о чем вот он на ходу из-за того что замок как-то неправильно сел просто открылся хорошо что не разбил стекло стекло за это время у нас стоит родное и не хотелось бы как менять из-за такой ерунды по колесам значит передние колеса стоят другие более широкие изначально стояли узкие и они сильно сжираются по краю это тоже особенность next of они сильно жрут ну как бы эти поджирают но не так несмотря на то что там сход развала все сделано здесь стоит счет какой какой размер размер вот 200 215 на 75 16 стоит вот резину поставил какую-то сербскую тайгер изначально была кардиан задняя задняя резина камма стоит как раз вот недавно вот с этой стороной случилось такое такое у нас значит переключение события каким-то образом раскрутилась парка водитель услышал вибрацию ну почувствовал вибрацию но подумали что это подвесные здесь тоже расскажу эту отдельную историю подумаешь это подвесной подразбился и он там чуть-чуть вибрирует но решили сейчас доедем все потом перезвонит вообще сильно стало вышел посмотрел у него то есть парка раскрутилась и посадочное само отверстие его как бы развальцевала получается все колеса тупо стали вываливаться со шпилек слетать с гаек остановились мы в питере дальше ехать нельзя было потому что просто как колесо могло слететь целиком ждали эвакуатор то есть вот тут уже у нас основная сейчас история случилось ждали эвакуатор грузовой целый день машина высокая никто не берет потому что уже получается не габарит вызвался один человек на эвакуаторе долго его ждали приехал водитель звонит говорит что все машину поставили на платформу но водитель почему-то грузового эвакуатора не в состоянии был учесть общую высоту своей платформы плюс моей машины и в общем общая высота превысила 4 метра составил 420 и он просто тупо въехал в мост повредил нам полностью повредил кузов часто его открою там внутри будет совсем все фатально и сбоку видно кузов весь сместился как бы по диагонали разбилась там установлена версия растентовка все ролики до человеческий фактор никто не отменял найти действительно грамотного водителя это огромная проблема я лично сдавал автомобиль в аренду и прекрасно понимаю пашу лучшим капот открывается вот вот такая же картина печальная тут еще стоял значит стояла часть груза клиентского хорошо что его не зацепило в тот день в ту ночь питере дождя не было все как бы в этом плане хорошо а ролики да вот видно это часть которая первая поднимается вверх откидывается и вся крыша скатывается достаточно легко туда для верхней погрузки ну вот и больше нету как бы кузов скорее всего под замену целиком но машина слава богу на каске но тента тут один тент точно под замену второй тент я в страховую буду заявлять так как их режут все время на трассе тоже известная проблему часы страны будет видно лучше это так так сказать смотрят что внутри кузова вот это тоже я буду заявлять будем менять его машина если водитель стала останавливаться поспать даже даже бывает на больших стоянках и заправка если ты чуть с края встал можно вот такой порез ловить а если что-то ценное могут вообще распороть и и просто выгрузить машину мало того если вы решите оказать сопротивление можете получить по голове вот такой дикий бизнес забыл рассказать про подвесные здесь их по моему 2 и они периодически приходят выходят из строя и как правило то в дороге случается то есть появляется там дикая вибрация все эти карданы там начинают болтыхаться вот но ремонт недорогой там вместе с подвесным около 1000 ремонт то есть принципе недорого вот про резину хочу добавить резина не ходит год где-то где-то около наверно 60 тысяч проходит резина первая стояла кордиант завода которая шла она значит нас начала просто лопаться уже под конец но еще как протектор было не прямо убитая такая мертвая была еще нормально на вид вот но водитель есть звонит лопнуло колесо уже подъезжая к питеру ну все окей ставит запаску еще зоны еще одно лопнуло то есть одной стороны осталось одно колесо с другой 2 вот так доехали но купили в питере сразу на 18000 резины задней поставили все и вот она до сих пор тоже уже уже были два колеса по лопнула а еще момент диски которые идут завода на них настолько тонкий металл что они просто невесомые и но все знают все покупают усиленный диск вот это допустим усиленный диск его видно он весь весь проваренный завода который ставит он так местами прихвачен и диски эти начинают просто лопаться то есть начиная спускать мы потом начали ставить камеры в них чтобы есть там же без камерка уже просто держала вот но сейчас опять сейчас все это в стадии замены резины там то есть уже видно одна вот новая стоит 1 1 новое колесо а второе уже все то всего вот вот уже будем менять но это просто закончится история страховой так совсем недавно нас был была замена передних тормозных дисков я честно сказать офигел один диск замена стоит короче два диска вместе со слесарными работами которых там куча оказалось потому что шпильки там что-то не выкручивались там варили резали получилось восемь с лишним тысяч замена плюс сами диски 2 2 с половиной тысячи помогал за диски принципе дорогие а вот работа дорогая ну в общем по итогу машина но рабочая потому что как бы в наших реалиях она получается без конкурента газель единственно хотелось бы немножко больше качества потому что несмотря на то что в ней из года в год в принципе ничего не меняется ни металл не кузов который весь сразу поржавел не там рама рама тоже ржавеет все это ржавеет ничего не меняется но дилер каждый год делает удорожание вот какой у ней конкурент допустим и века дейли примерно в аналогичный там с аналогичным кузовом но это совсем другие деньги это там 3 миллиона плюс или там это уже цена пятитонника какого-то то есть под категорию b под что-то там недорогое это это не подходит газель без конкурентов здесь вот но единственное конечно вот владея этой этой машины полтора года грубо говоря уже было вот уйма неприятностей особенно это вот коробка не понимаю почему они могут устранить просто взять у тех же хотя бы китайцев купить так же как и двигатель и просто поставить все это так что в принципе работать можно но надо себя готовить сразу к ремонту коробки постоянным проблемам с подвесным но резина резина такой расход если вы будете груз возить там две тонны будет быстро расход резины может быть конечно подороже резина будет поменьше расходов на я знаю я использую кому она более-менее крепкой жестким бортом ну вот такие проблемы прошивать сразу однозначно убирать евро 5 там уж не машина просто не работает все это надо все это расход определенный так что покупайте работайте если у вас появились вопросы по ходу просмотра этого видео задайте их в комментариях мы обязательно на них ответить спасибо паше за его участие в новом формате спасибо за нескончаемый оптимизм и терпение ведь на таких ребятах и держится рынок грузоперевозок в россии если у вас есть интересная история связанная с владением автомобиля который вы хотите поделиться на моем канале напишите я с газелью когда вы едет ну как бы ты мысленно все время едешь не все время в напряжении что она где-то что-то у нее отрыгнет и просто позвонит водитель и скажет что там что-то сломалось но в принципе так и бывает да так постоянно и бывает то одно сломалось то авария то под мост влетели то еще что-то блин так что тяжелый это бизнес такой работа не бизнес поддержите нас лайками и подпишитесь на канал спасибо за просмотр спасибо за просмотр